Я не знаю, вот сколько вам лет? Вот вы кто вообще? Вам сколько лет здесь? Кто тут сидит? Вы знаете, что такое Сега? Сега. Вам знакомо это слово? Да, что это? Давайте скажи, что такое Сега? Приставка. Ага. Она у вас была когда-нибудь? Сега Мега Драйв. Нет? Да. Ну, блядь, я смотрю, тут половины. И даже, наверное, больше, чем половины не было. Но, тем не менее, все знают, что такое Сега. Просто это охуительная приставка, на самом деле. И она у меня, конечно же, была. У меня была обычная Сега Мега Драйв, которая. И была Сега Дримкаст. Вообще, я считаю, что Сега Дримкаст самая охуенная консоль в мире. Которая, к сожалению, ну, что-то как-то не получилось у них. И мне интересно, а... Как такое возможно? Предполагаю, они выдержали конкуренцию с Сони. Ебучие Сони, блядь. Нахуй вы появились вообще? Из-за вас Сега перестала существовать. Сега Дримкаст была как PlayStation 1, ну да. Но конкуренцию не выдержало, все равно. А Nokia? Nokia это телефоны. И Siemens. И Sony Ericsson. Это тоже все было. Siemens это вообще самая старейшая компания, я не знаю, корпорация. Они начали делать, не то что телефоны, связь. Типа, между людьми, вот это вот, да, соответственно, там. Еще, хуй знает с каких годов, они были первыми. Но по итогу они обосрались в этом плане. По итогу, да. Они тоже рухнут. Но они сейчас делают, конечно, там, но не телефоны. То есть они делают вообще все, блядь, кроме телефонов. Запчасти для машин, Siemens. Всякие, блядь, в этих, в больницах эти самые штуки, которые там сканируют тебя. Siemens. Все Siemens, блядь. Поезда Siemens. Что еще Siemens? Короче, все, блядь, кроме телефонов. Ну, начинали-то они с телефонов. Ладно, давайте посмотрим. Попробуем посмотреть этот видос. Но он идет, чтобы вы поняли, как фильм, нахуй. Час двадцать. Ну, а вы думали, что там история долгая? Скорость. Давайте один и один. Популярность электронных развлечений сейчас невероятно высока. Бля, фуяны игры были, конечно. Sega Mega Drive. Мега популярная консоль, завоевавшая любовь и культовый статус во всех странах мира, в том числе и у нас. Мы играли фишки на картридже, из рук в руки передавали книги с кодами и знали, как отличить игры по рисунку дорожек на материнской плате картриджа. Приставка. Лучший подарок на день рождения. Если у тебя есть Sega Mega Drive, ты душа компании. Родители пугали нас страшилками, что она посадит кинескоп или спалит хату перегревшимся блоком питания. Но мы-то знали, что это мифы. А вот если игра не работает, то надо подуть на картридж, и он оживет. И это была правда. До сих пор люди устанавливают эмуляторы на смартфоны, чтобы поиграть в Mortal Kombat 3 Ultimate. А энтузиасты по сей день выпускают новые игры для Mega Drive на картриджах. Нихуя. Да что уж там, меня при рождении хотели назвать себе. Я слышал. Я слышал, что и для PlayStation, по-моему, до сих пор выпускают новые игры какие-то. Для первой плойки. На дисках. Бля. ...принесла Sega истинное величие. После успеха в начале 90-х компании сулили славное будущее. Но потом кое-что пошло не так. Sega 32X, Saturn и Dreamcast провалились. За 5-6 лет компания, подарившая нам детство, деградировала. А в 2001-м... Какие я. ...прекратил всякое производство. Бля, вот этот Соник такой пиздатый, вы не поверите, вы не представляете. На Sega Mega Drive... Ой, нет, на Sega Dreamcast, господи, что я несу вообще. Самый пиздатый Соник там был. А в тень и стала сторонним разработчиком и издателем игр. А в 2004-м остатки некогда великой Sega продали Semi Corporation, которая косвенно связана с Якудзе. Чё? Сегодня Sega зарабатывает на мерче, продает авторские права на Соника и поставляет оборудование игровым залом. Но из консольного бизнеса пришлось с позором капитулировать. Почему же так произошло? С чем компания, перевернувшая в видео игровую индустрию, так и не смогла справиться? Почему многомиллиардный бизнес Sega рухнул из-за глупых принципов? Да какая нахуй Sega? НГ на носу. Давай глянем трейлер. Да заебал нахуй, потом глянем. У меня Sega тоже ассоциируется с Новым Годом. Потому что я на Нового Года играл в Sega. И почему нет ни единого шанса, что Sega сделает новую консоль? Чтобы во всем разобраться, вернемся в 80-е. В Европе тогда предпочитали играть на компьютерах вроде ZX Spectrum, а первые примитивные консоли не смогли привлечь внимание миллионов. У нас же приставки и компьютеры считались невероятной роскошью для их избранных. Так что полем битвы за массового потребителя стали США и Япония. В Штатах видеоиграми правило Atari, которое выпустило Atari 2600 и вызвало консольный бум. Но в погоне за прибылью она слишком торопилась выпускать игры. Ведь рынок домашних приставок в Америке рос настолько быстро, что потребители сметали с пола что угодно. Число игр росло, а качество их стремительно падало. А вот это типа качество хорошее или плохое? Я не разбираюсь. Появились секс-игры для любителей. Чего? Телепокочевряжить бульвинкля. Бездарные игры. Вот какие нахуй секс-игры? По фильмам и прочий трэш. За пять лет рынок стал перенос... Это секс? ...тыщен грязью и посредственностью. Это секс? У потребителя был настолько огромный выбор, что индустрия стала давать трещину. Две игры для Atari... Бляй, мало игр, плохо. Много игр, плохо. 600, Pac-Man и E.T. по фильму Инопланетянин привели к краху всей отрасли видеоигр. Не, Pac-Man база. Pac-Man точнее. Она и сейчас актуальна. Разработка шла в спешке и получились они настолько паршивыми, что миллионы картриджей нераспроданных пришлось вывести на свалку в Мексике, забетонировать и раздавить тракторами. Нихуя. В середине 83-го года игры стали настолько отстойными, что рынок накрылся пушным зверьком, а Atari чуть не обанкротилась, потянув за собой всю индустрию и оставив после себя выжженное поле. Но! Маленькая японская амбициозная Nintendo в 85-м предприняла попытку реанимировать мертвую видеоигровую индустрию в США. Спустя годы NES, она же Famicom или известная у нас как Dendy, завоевала обожание геймеров и единолично восстановила рынок видеоигр в Штатах, ну и создала новую реальность. Этот человек приехал из Индианы, чтобы купить Супер Марио. Вы проехали тысячу миль просто ради игры? Да, я проехал семь магазинов за день и уже три недели как я не могу найти её. Nintendo серьезно относилась к модерации, работала на качество и к 90-му году им принадлежало... Да блядь! Ты просто был задротан. Ты играл в Сегу на НГ. Рождество, 23 февраля, 8 марта. 90% 5-миллиардной индустрии, но оставшиеся 10-миллиардов, 10% делили между собой многочисленные подражатели, которые тупо копировали Нинтендо. В числе этих безумцев была и Сега. Она также видела потенциал в рынке Северной Америки и выпустила две консоли. Никому не нужную SJ1000, а также 8-битную Master System. Она неплохо продавалась в Японии, а в Бразилии даже обрела статус культовой. Сега хотела вывести Master System на рынок США, для чего открыла подразделение Sega of America. Но попытка завоевать любовь местных пользователей потерпела неудачу. Почему? Дело было в Нинтендо. Она была не просто компанией, она и была индустрией. Она контролировала весь рынок и диктовала свои правила всем, включая ритеймеров. Полки с Нинтендо должны быть оформлены строго по инструкции. Если не то, что рядом с Нинтендо появятся другие консоли, а вообще в магазине будет что-то продаваться кроме NES, то с вами разорвут контракт и вы потеряете прибыль. Нинтендо это машина, убийца, двигатель. А это вообще законно так делать? Которые легендарные игры, Мегамэн, Супер Марио, Зельда, Не, ну для того времени, конечно, да, они пиздатые были с охуенными играми. Также Game Boy, одна из самых популярных консолей, когда-либо созданная человечеством. Game Boy, только из Нинтендо. Теперь ты играешь с мощностью. Портовым мощностью. Денег у Нинтендо было валом. Рекламный бюджет позволял даже показывать по телевизору свои мультфильмы в то время, когда дети возвращались домой из школы. Также большая N держала в ежовых рукавицах всех, кто делал игры для NES. Представьте, что вы разработчик игр из 80-х. Пышная прическа, очки, усики. И вы хотите выпустить свою игру для NES. И вот с чем вам придется столкнуться. Для начала, сразу, нужно купить у тетнины дорогую лицензию. Не знаю точных цифр, но что-то порядка 250 тысяч долларов. Чтобы сделать игру, надо 250 тысяч заплатить. Так что лицензия окупится быстро и окупится ли. Далее, ваша игра должна пройти модерацию Нинтендо. Никакой крови, насилия или плагиата. Затем, когда игра готова... А что тогда, о чем игра должна быть? Вы отправляете картридж в головной офис Нинтендо, для того, чтобы пройти строгий контроль качества. Компания будет снова и снова присылать картридж обратно до тех пор, пока вы не внесете все правки от менеджеров Нинтендо. Какие-то охуевшие, не? Занимало месяцы, а то и по полгода. После того, как вы прошли модерацию, игра выходит на картриджах. Напечатать вы хотите, конечно же, как можно больше игр, чтобы продать как можно больше и заработать больше. Но печатать игры самостоятельно нельзя. Картриджи нужно покупать у Нинтендо по 10 долларов за штуку. А после релиза, большая Н сама определит, сколько картриджей с игрой напечатать и где их продавать. Ну и плюс, конечно же, будьте здрасте 30% от каждой проданной игры, отдайте Нинтендо. Ну и да, чуть не забыл. Это пиздец, что-то слишком нахуя условий. Должны передать исключительные права на свою игру. Не имеете права портировать свои игры с Нес на другие консоли и можете выпускать не более 5 игр в год. А это вообще выгодно? Ну, учитывая, сколько было игр на Нинтендо, все-таки, наверное, это было выгодно. Нихуя они несправедливые, что это за говно? Что-то сделаешь, других вариантов нет. Вся индустрия померла в 83-м. Ой, реклама. После неудачного старта Master System Sega продолжила выпускать новые игры для неё. Но этого было недостаточно, чтобы конкурировать с безжалостной Нинтендо. Master System даже в Японии не смогла захватить внимание потребителей, потому что Famicom был очень удачным попсовым продуктом. Компания даже сдалась и ушла в развитие аркадных автоматов. Аркадное направление у Sega было задолго до того, как они стали работать в консольном сегменте. Но у Sega был хитрый план, а также талантливые инженеры, которым не сиделось на месте. Знакомьтесь, это Хидеки Сато, глава исследовательского отдела, а это Масами Ишикава, главный инженер. Характер покладистый, не женат. Эти два полуфабриката были как Джобс и Войзбек. Один разрабатывал, а второй командовал. Они создавали в недрах японской фирмы проект с кодовым названием Mark V. Их идея — перенести графику аркадных автоматов на домашние консоли, то есть сделать дешёвую, но довольно мощную приставку. По задумке Хидеки Сато, Mark V должна стать многофункциональной консолью, чтобы со временем она могла получить клавиатуру, модем, сети-привод и многое другое. Ишикава под его требования за месяц сделал первый прототип. Получилась такая огромная материнская плата размером 1 квадратный метр. Соединяем все компоненты проводами, а в качестве процессора поставил Motorola 68K. Он мощный, но довольно дорогой. На таком, например, работал первый Macintosh. Отдел дизайна к тому времени уже набросал, как будет выглядеть корпус, и Ишикаве нужно было всё получившееся собрать внутри компактной коробочки. Однако проблемой стал процессор. Motorola 68K, он же Motorola 6800, из-за цены не позволял сделать консоль дешёвой. Руководство Sega выпросило у поставщика сделать скидку, взамен на то, что будут покупать эти процессоры беспрецедентно огромными партиями. Сперва брали по 300 тысяч, потом по 700, а затем покупали миллионами и морбиллионами. Ни один Macintosh не продавался такими же партиями. Ну а ближе к дате релиза проект Mark V стал называться Mega Drive. Sega Mega Drive вышла в 88-м в Японии. Первая 16-битная приставка там запустилась без ажиотажа. А, в Японии. Так как за неделю до старта у Nintendo вышла новая игра Super Mario Bros. 3, и всё игровое сообщество стояло в очередях за ней. Однако... Блядь, серьёзно, из-за Марио? Вскоре игровые журналы распробовали, что Sega сделала супер-годноту, и донесли благую весть о лютой приставке до потребителя. Главой Sega тогда был Хаяо Накаяма. Он понимал, что Mega Drive – это лучшее, что делали в компании. Приставка в пух и прах уделывает NES по железу и графике. Это главный и единственный козырь в борьбе с Nintendo. Mega Drive нужно было выводить на рынок США, но никто в Sega не знал, как это сделать. В 1989-м немногочисленное подразделение... Ну, бля, интернетом раньше вообще никто не использовал. У кого, блядь, в те времена был интернет? Да, сложно было, конечно. Sega of America начинает продажи приставки в США под названием Genesis. Чтобы подкрепить звание самой мощной консоли, в комплект даже кладут игру Altered Beast, мол, раньше она была эксклюзивом игровых автоматов, а теперь в неё можно поубиться даже дома. Считается, что Mega Drive в США стали продавать под названием Genesis, потому что бренд Mega Drive был уже занят. Однако есть версия, что название не нравилось Дэвиду Роузену, одному из соучредителей Sega. Трамп? Genesis и Mega Drive отличались формой гнезда для картриджей. И ещё парой мелочей, но в целом это одно и то же. Также первая Mega Drive поставлялась... О! Вот такая у меня была. Sega Mega Drive 2. Вот это вот, вот это у меня была. Вот с таким вот геймпадом. Точнее, джойстиком. Вот эта версия. Техкнопочным джойстиком, а известный в наших краях шестикнопочный появился только с выходом обновлённой Mega Drive 2 в 93-м. Накаяма с Роузеном не могли понять, как им следует поступить, и даже пытались продавать Mega Drive по лицензии другим компаниям. Роузен предложил эту идею главе видеоигрового подразделения Atari Майклу Катцу. Не путать с любителем пуделей. Вместе они показали... Чё, блядь? Не понял нахуй. Майкл Катц? Вперёд? Это как Майкл Наки, только Майкл Катц совместили. Mega Drive президенту Atari Джеку Тремиелу. Но в ходе переговоров Sega запросила немалый процент с продаж, и компании просто не смогли поделить бабки. Ройалти с консоли. Atari отказалась запускать свою 16-битную систему, но зато в Sega перешёл сам Майкл Катц. В октябре 89-го Роузен нанял его, чтобы тот стал президентом Sega of America, и привёл Genesis к успеху. К тому времени приставка уже добилась популярности в Японии, за год удалось продать 400 тысяч консолей, и надежда на завоевание рынка Америки была не иллюзорная. На работу Катца взяли с условием продать 1 миллион приставок Genesis за первый год, иначе, мол, Харакири. Катц самурайским аргументом спорить не стал, и изо всех сил старался достичь этой цели. В Штатах он запустил знаменитую рекламу Genesis Does What Nintendon. Эту хитрую игру слов можно перевести, как Genesis делает то, на что Nintendo не способна. Эта агрессивная реклама запомнилась американцам, но японское руководство было от неё в бешенстве и отказалось крутить по ТВ на родине. Там сравнивать себя с конкурентом считается дурным тоном. Также Майкл Катц хотел привлечь к бренду Sega звёзд первой величины, чтобы добиться узнаваемости и уважения. Он вливал огромные бюджеты в разработку таких игр, как футбол с Джо Монтаной и бокс с Бастером Дугласом, Майкл Джексон с Мунвокер и... Бля, мне казалось, всё намного проще должно быть. Они сделали охуенную приставку с охуенными играми, графикой и так далее. И люди такие, типа, нихера себе, берём. А тут, оказывается, надо было ещё кучу рекламы делать, как будто бы, знаете, заставлять людей купить свою приставку. А не потому, что она, в принципе-то, пиздато. А чё ещё делать те времена, ну, играть в игры, когда есть такая возможность. А тут ещё, блядь, заставлять людей её купить, нахуй. И многие другие проекты. На рекламу уходили большие деньги, но к концу 89-го Катцу удалось продать лишь 350 тысяч приставок, а Сега не добилась должной узнаваемости в Штатах. Ты чё, охуел? Обещанного Харакири, конечно, не последовало, но Майкла Катца отправили на мороз. Тогда Накаяма предложил место президента Тому Калинске. Калинске ещё в 80-х прославился своей работой в компании Моттел, производящей игрушки. До него Моттел делала одну модель куклы Барби в год. Продажи падали, и компания теряла прибыль. Калинске переделал модельный ряд и маркетинг, в результате чего появились Барби Голливудская звезда, Барби Президент и Барби Турат. Но это не точно. Барби стала приносить миллионы, и Моттел сделал его президентом. Но вскоре в компании началась остервенелая борьба за власть. Том не хотел в этом участвовать, и ушёл к конкуренту Universal Matchbox. Калинске реорганизовал Matchbox, вывел её из предбанкротного состояния, и к 90-му году их машинки даже стали серьёзным конкурентом для Hot Wheels. Сега тогда была абсолютным ноунеймом, и Накаяме пришлось долго уговаривать Тома, свозить его в Японию, познакомить с Джерри, показать штаб-квартиру Сега. И когда он лично убедился, что Сега делает интересные вещи, Калинске принял предложение, но при условии, что ему позволят вести дела по-своему, и дадут полную свободу действий. Японцы согласились, но приставили к нему помощника по имени Синобу Тойода, который был связующей нитью между американским и японским подразделениями. Приступив к делам, Калинске увидел, что успеху в Штатах мешает не только Нинтендо, но и куча внутренних проблем, а также отсутствие всякого имиджа. А Сега в Америке знает два с половиной коллеги, а их приставки продаются в магазине игрушек. Том первым делом принялся переделывать способ продаж. Нужно было распространять приставку в больших сетях, вроде Walmart. Но сделать это было нелегко, ведь Нинтендо приносило Walmart сумасшедшие деньги. 10% прибыли приносили только NES и Game Boy. Калинский был готов на все и долго обхаживал главу отдела закупок Walmart, но ничего так и не добился. Мол, был такой слух, один магазин... Чиздец, я в ахуе. Охуевшие Нинтендо какие-то. ...существо и снизил цену на NES на 5 центов. Эту скидку в 5 центов они прорекламировали в газете. И эту рекламу увидел другой магазин, который сообщил об этом в Нинтендо. Через неделю Нинтендо отправили грузовики с товаром во все магазины. Кроме того, с 5-центовой скидкой, а магазин, который показал пальцем на нарушителя, получил товаров больше, чем обычно. Walmart... Я в ахуе с этих Нинтендо, блядь. Что за крысы какие-то. ...очень боялся потерять Нинтендо, поэтому Sega было отказано. Калинский с помощником целый год летал по Америке в поисках магазина, который бы согласился взять на прилавки Sega, но везде слышал только отказ. Однако причиной отказа была не только Нинтендо. Майкл Кац не смог выстроить с ритейлерами нормальные отношения. Sega постоянно нарушала условия контракта, и в США у компании была ужасная репутация среди магазинов. Чтобы исправить ситуацию, Sega схантила к себе вице-президента по продажам Sony, Ричарда Бернса. Когда он возглавил отдел продаж Sega, то пришел в ужас от того, как японцы вели дела. Отсутствовала какая-либо система учета и внятная структура продаж. Да, реклама работала. Но Sega не знала, в какие магазины нужно увеличить поставки, и сколько вообще продано игр и консолей. Бернс внедрил четкую систему контроля, учета и наладил поставки. Но за это время Nintendo успела объявить о том, что выпустит свою 16-битную консоль. Иди-ми, Марио! В Sega хотели сделать своего маскота, убийцу Марио. Но на первых концептах выглядел он пугающе. У него была электрогитара, колючий ошейник и грудастая подружка Мадонна. Калинский предложил брать острые клыки, подружку, ошейник и гитару, но японцы очень долго припирались и настаивали на том, чтобы подружанью оставить и сделать ей бюст побольше и декольте поглубже. О, ладно. Но мы этого не увидим. Создание у Соника изначально делал дизайнер Наото Осима, который позже признался, что использовал двойной плагиат. Он поместил кота Феликсов в тело Микки Мауса. Да ладно. Соник должен был стать главным маскотом компании, и Sega привлекла к его созданию лучших специалистов. А команду, работавшую над персонажем и игрой, назвали Sonic Team. Они изначально планировали, чтобы персонаж полюбился западной аудитории, и чтобы его с легкостью могли нарисовать дети. А синим ёж стал, потому что это цвет логотипа Sega. Но хороший персонаж без грамотной реализации бесполезен, и тут всё сложилось удачно. Вместе с Наото Осимой работали Хирокадзу Ясухара и Юдзи Нака. Один отвечал за левел-дизайн, а другой был гениальным программистом, и как свои пять пальцев знал архитектуру консоли. Команда бросила все силы на то, чтобы игра получилась уникальной и увлекательной. А во главе всего проекта стоял... Но игра реально пиздатая. К тому же, согласно плану Майкла Катца по работе с суперзвездами, Sega заключила контракт с Джо Монтаной на 1,7 миллиона долларов. Джо Монтана Футбол должна была стать игрой, которая работала бы на бренд и продавала бы консоли. Проблема была в том, что сеговские игры создавались в Японии, а там никто не понимал, что такое американский футбол. И поэтому Катца... Я даже в Америке не понимаю, что в американский футбол. Но те профуков все дедлайны игру так и не сделали. А еще пришла новость о том, что Electronic Arts взломали Genesis и собираются выпускать игры без лицензии. Охуевшие! Для того, чтобы понять, чем опасен взлом консоли, вспомним интересный случай, который произошел с Nintendo ранее. Помните те лютые условия, что Nintendo объявляло всем разработчикам 30% royalty, там, картриджи по 10 долларов и бла-бла-бла. Почему нельзя было тупо послать Nintendo куда подальше и самим заказать картриджи в Китае и продавать их из-под полы? Прикол в том, что в консоли NES стоял хитрый чип безопасности, содержащий протокол под названием 10 NES. Как только нелицензионные картриджи попадали в приставку, он это распознавал и блокировал работу. Многие пытались взломать этот код, а инженеры одной компании даже расщепили чип NES химическим путем, чтобы рассмотреть его под микроскопом. Но несмотря на все усилия, взломать хитрый код так и не удавалось. В числе недовольных была и компания Tengen, ну или, как сказали бы в России, Tengen, которая придумала следующую хитрость. Чтобы понять, как работает код 10 NES, нужно было получить его исходник. Он был только в двух местах. В головном офисе Nintendo и в американском бюро по охране авторских прав. Поскольку нельзя было просто прийти в Nintendo и сказать, ну-ка дайте-ка нам ваш код быстренько посмотреть, то Tengen обратилась в бюро по охране авторских прав и сказал, что они якобы подали иск против Nintendo за нарушение авторских прав, хотя иска на самом деле никакого не было. Но бюро передало нинтендовский код Tengen, и те обошли защиту консоли. Tengen стала сама печатать картриджи и поставлять их магазинам. План был гениальный. Естественно, он провалился. Nintendo, узнав об этом, поставила ритейлером ультиматум, либо вы продаете картриджи Tengen, либо мы не поставляем вам консоли, и магазины убрали с полок все пиратские картриджи. Более того, чтобы показать свою силу, Nintendo подала на Tengen в суд, который наложил запрет на производство незаконно изданных игр. Tengen пришлось надолго уйти из бизнеса, а эта история стала грозным напоминанием для других, мол, несуешься в воду возле химзаводов. У Sega тоже был свой чип безопасности, благодаря которому Mega Drive не запускала нелицензионные картриджи. Однако условия они предлагали лучше, чем Nintendo. Не было лютой цензуры, можно было выпускать по 10 игр в год, лицензия была дешевле, а Royalty составляла всего 10 долларов вместо 30. Но Electronic Arts не хотела платить вообще никаких денег, поэтому они взломали консоль и хотели сами выпускать картриджи для Sega. Sega не Nintendo, она не могла пригрозить магазинным прекращением поставок и ставить ультиматумы, а бесконечные судебные тяжбы могли бы довести до банкротства обе компании и Electronic Arts и Sega. Короче, понятно, Electronic Arts тоже какие-то охуевшие. Ситуацию поехал разруливать Том Калински. Ну были. В переговорах он дал электроникам льготные условия, по которым они стали платить 4 доллара Royalty вместо 10, как все, выпускать 16 игр в год вместо 10, как все, и самостоятельно печатать картриджи. Поэтому картриджи с играми от Electronic Arts выглядит иначе, чем все остальные. Плюс к тому, он рассказал о том, что у них есть права на игру с Джо Монтаной и предложил хорошие Royalty, если Electronic Arts делают игру в срок. И, конечно же, те согласились. ЕА взяли за основу свою игру Joe Madden Football, перерисовали там скинчики и выпустили под названием Джо Монтана. Игра в итоге продалась великолепно, даже лучше оригинала и обогатила обе компании. Калинский ехал навстречу с намерением в пух и прах разорвать своего злейшего врага, но в ходе переговоров не только замял ситуацию, но и обрел в лице Electronic Arts крепкого партнера, решил проблемы с игрой и озолотил Sega. Более того, электроники годами работали только с Sega. Я в это играл, это Road Rash называется. Благодаря этому Sega Mega Drive обрела серию Road Rash про гонки на мотоциклах, серию Strike про боевые... О, это я тоже играл, тоже пиздата игра, кстати. Это все Electronic Arts, серьезно? Ладно, беру свои слова обратно. Они хоть и охуевшие, но игры пиздата делали. ...вертолеты, а также множество спортивных... Ой, в это тоже играл. ...симуляторов, и как следствие, бешеную популярность в консоли. Сотрудничество Electronic Arts и Sega обернулось для обоих компаний настоящей удачей. После этого Калинский всерьез взялся за то, что творилось внутри Sega. Во-первых, он настоял на том, чтобы убрать из комплекта игру Altered Beast, так как ее обложка и название наводят ужас на богобоязненных жителей Америки и намекают на поклонение дьяволу. Блядь, что за хуйня? Sega должна положить в комплект лучшее, что у них есть. Sonic the Hedgehog бесплатно. Пусть это сейчас обойдется компанией в десятки миллионов долларов, но в будущем принесет сотни миллионов. Во-вторых, Калинский уговорил японцев снизить цену на Genesis со 189 до 149 долларов. Охуеть, знаете, за сколько я к себе эту Sega купил? Мне друг продал эту приставку за 50 рублей. Ну, у него был комп, вроде на тот момент уже. И у него вот приставка валялась типа в шкафу, он ее вообще не использовал. Ну, я был у него в гостях, он такой, хочешь тебе за полтинник продам, Sega? Я сначала не поверил, такой, думаю, че, блядь? Давай. А у меня как раз полтинник был. И все, я реально взял у него эту приставку, купил за 50 рублей. Пришел домой, начал играть, думаю, нихуя себе, вот это... Ого. Ну, это был какой год, уже не помню, 2000-й какой-то там, когда уже у большинства были компьютеры, блядь, и я как дебил только Sega получил, блядь. У меня на тот момент первая моя приставка появилась. Как только компания продаст достаточное число приставок, эти потери будут компенсированы за счет продажи игр. Возможно, именно в тот момент и появилась эта логика продавать консоли в убыток, чтобы зарабатывать на играх. К тому же снижение цены сделает нинтендовскую SNES менее привлекательной. В-третьих, он переделал маркетинг. Раз Nintendo делает игры для детей, то отдадим им детей. Ну, а Sega заберет всех остальных. Японский совет... А, типа, Sega приставка для взрослых. Ого. От предложений Тома был в бешенстве. Каждое его предписание воспринималось в штыки и вызывало бурю негодования. В Sega привыкли делать все по-своему, но на Каяма поэтому и нанял этого выскочку и дал ему зеленый свет. Новая реклама была нацелена на молодежь. Она стала яркой, запоминающейся, клиповой. Sega в новой рекламе выглядела круто, модно, дерзко. И преподносила игры как новую форму развлечения, которая ничем не отличается от книг, фильмов, музыки. Видеоигры были теперь не только для детей. Они были для всех, кто хотел побыть ребенком. Nintendo старалась не воспринимать Sega всерьез. На вопросы журналистов они всегда говорили «Наш конкурент» или «Другая компания в индустрии». Но Калинский считал это комплиментом, ведь те, кто боятся Волан де Морта, не называют его имени. Вот прям как я, слушайте. Тоже мне многие стримеры боятся по имени называть теперь. Nintendo бы и дальше выжимала все соки из 8-битной NES, но выход Mega Drive Genesis дал о себе знать, и компания все же торопилась с ответом. 16-битная приставка Nintendo вышла в конце 90-го года в Японии под названием Super Famicom и вызвала невероятный ажиотаж. От них только предзаказов было полтора миллиона штук. В день релиза новую нинку буквально сметали с полок. Даже якудза заинтересовалась новинкой «Ну это японцы, блядь, они там, это Nintendo постоянно покупают в большом количестве». и умудрилась тащить несколько контейнеров с приставками, чтобы сбыть их дороже на терном рынке. Пользователи очень тепло отреагировали на консоль, и не безосновательно. У Super Famicom было больше кнопок на джойстике. Она воспроизводила 32 тысячи цветов, у Mega Drive было всего 512, и 8 аудиоканалов, у Mega Drive было всего 6. Графика стала чуть лучше, нововведения были и в игровом процессе. Это был шаг в правильном направлении. Но Nintendo допустила серьезную ошибку. Sega Mega Drive уже продавалась в Штатах, а Super Nintendo должна была выйти там только в сентябре 91-го. 1991 год Sega встретила обновленной. Новая реклама, новая стратегия. К тому же сеть магазинов электроники Viz все-таки согласилась взять Sega на прилавке, и продажи поползли вверх. Но Walmart все еще не хотел брать ее к себе. Пусть Genesis и лучше, но Nintendo все равно купят, она принесет кучу денег и будет приносить их в дальнейшем. Остальное значение не имеет, заявили там. Это так разозлило Калинске и его японского помощника Toyota, что те решили заставить Walmart 24 часа, 7 дней в неделю смотреть на Sega. Они арендовали в Бентенвилле напротив головного офиса Walmart помещение, уставили его кучей телевизоров и предлагали всем желающим поиграть в Sega сколько угодно без ограничений. Также они выкупили все рекламные билборды в городе, устроили раздачу листовок на улицах и сделали так, чтобы каждый клочок рекламного пространства был занят Sega. Расчет на то, что игроки начнут рано или поздно возмущаться, мол, что это в вашем Walmart нельзя даже Sega? Они были уверены, что Walmart вот-вот сдадутся. Как-то ненадежно, по-моему, хуйня какая-то. Но произошло это далеко не сразу. Слушайте, ну... А, ну то есть все-таки произошло, да? Что-то получается прям мощный, прям машина, да? Мегадрайв и Super Nintendo были по технической части похожи. У потребителя не возникало ощущения, что одна консоль превосходит другую на несколько голов, поэтому Sega в Штатах начала рекламную войну с Nintendo. Но и тут было все очень сложно. Готовой рекламный бюджет Nintendo составлял 25 миллионов долларов. Сега столько тратила за 4 года. Но благодаря грамотному маркетингу реклама Сеги была куда эффективнее и дешевле. Каринский за время работы в Мотел обзавелся связями и поместил анонс Соника на обложке главных игровых журналов, а также выпустил комикс о Сонике, который продавали повсюду. Комикс выполнял скорее роль мини-рекламных плакатов, так как синий ёж постоянно мелькал перед глазами прохожих. Также Sega захватила рекламу на радио и запустила на ТВ своё шоу с молодыми звёздами, где разыгрывали приставки. Позже, в этом же году, на рынок США вышла и Game Gear, портативка с цветным экраном и дерьмовыми аккумуляторами. У неё тоже была забавная и стёбная реклама. Бля, мне кажется, бы сейчас за такую рекламу Nintendo бы засудил от Sega. Ну, типа, унизили у себя в рекламе, используя их приставку, намекая на то, что Nintendo говно, а вот, типа, наша приставка цветная. Хуй знает. Сработала бы сейчас такая реклама. Sega! Чё? Что? Смотрите, раньше у видеоигр не было никаких официальных дат старта продаж. Мол, игру мы сделали, а купите вы её тогда, когда мы вам её из Японии привезём. Ну, кстати, да. Реально. Раньше ты вообще случайно дотыкался на какую-то новую игру, такой, о, новая игра. И ты даже не знал, пизда-то она или нет. Узнаёшь только, если поиграешь. Все вопросы к логистам. Игры в магазинах появлялись как попало и когда попало. В одном раньше, в другом позже. Никакого дня X, когда можно было пойти в магазин и купить игру, не было. Интернета тоже. Поэтому технически Sonic вышел в июне 91-го. В Японии в первую неделю продали 7100 экземпляров, во вторую неделю 7000, потом 6 и далее, далее, далее. Продажи только снижались. И к концу года в Японии Sonic смог бы взять какую-нибудь там престижную награду как лучший бестселлер или попал бы в почётный список лучших игр, но в Америке там был полный абзац. Благодаря массированной рекламе там Sonic'а знали, любили и очень ждали выхода игры по нему. Американские геймеры узнали о выходе игры в июле. И пошла волна. 20000 в первую неделю, 25 в следующую, 30 в третью. И это покупали не игры, это покупали консоли. План Калинский снизить цену на... Короче, всё благодаря Сонику. Всё благодаря Сонику. Не надо мне это натили. А Genesis и положить в коробку Соника породил настоящую Соник-манию. Дети сворачивались клубочком и катались как Соник. Спорили кто быстрее, Flash или Соник. Если у тебя не было Сеги, с тобой не общались в школе. Появились футболки, кружки, фигурки с Соником. Этот культовый персонаж завоевал сердца миллионов. А позже даже сам стал участвовать в рекламе. И продвигал детские йогурты, хлопья. И даже появился в рекламе Макдональдс. Но при разработке первого Соника не обошлось без противостояния между американским и японским подразделением Сега. Возникли нешуточные споры, как назвать главного злодея в игре. Американцы настаивают... Блядь, серьезно? У них такая игра хайповая, столько денег. Они, блядь, спорят, как злодея назвать. Я в ахуе вообще. Это как-то, блядь, не серьезно. Или чтобы его звали доктор и его роботник. Японцы хотели назвать его доктором Эггманом. Обе стороны не пожелали пойти на компромисс. И поэтому главный враг Соника на востоке называется иначе, чем на западе. Из-за этого возникла проблема, на решение которой потребовались годы. Блядь, ой, сука. Благодаря Сонику продажи Genesis сначала удвоились, потом утроились, а затем и вовсе выросли в 4 раза. Ну а далее случилось то, чего Том Калинский ждал больше всего. Волмарт наконец-то сдались. Его возьмел закупщик и сказал, мол, мы берем вашу Сегу, только бога ради. Перестаньте завешивать рекламой весь Bentonville. Меня уже изводят вопросами, почему мы не продаем... Окей, а они не получили пизделять Nintendo? Или Nintendo уже тоже сдались, такие, ну ладно, чё. Genesis и я... Чё, нам теперь не продавать консоль, что ли, тоже? Я так больше не могу, ваша взяла. После этого разговора Sega наконец-то появилась на полках могущественного Walmart, а Nintendo на это никак не отреагировала. А если даже Walmart теперь торгует Сегой, то у других магазинов просто не было причин для отказа. И обе приставки, и Super Nintendo, и Sega Genesis продавались теперь вместе на одних и тех же полках, и только потребители должны были решить, что лучше. Вот это правильно, блядь. Вот как и сейчас, чё это за хуйня. Sega против Nintendo. Модное против отстойного, новое против старого. Эта реклама взвинтила спрос на Genesis. Компания богатела не по дням, а по часам, по крайней мере в Америке. В Японии продажи тоже росли, но у компании по-прежнему не получалось захватить больше 10% рынка. Помните, в начале ролика я говорил, что по условиям Nintendo разработчики не могли выпускать нинтендовские игры на другие консоли? Так как же Sega смогла обойти этот запрет? Сперва они уговорили Acclaim выпускать игры на Sega и Nintendo, что создало прецедент. Боссы Acclaim были лучшими друзьями с боссами Nintendo, и те без проблем разрешили выпускать уже имеющиеся игры на Sega. Nintendo ослабила хватку, потому что Sega стала стремительно отвоевывать у неё рынок, и жёсткие монопольные условия уже не работали, как прежде. Игры с тем же именем выпускать можно было, но по договору они должны были хоть как-то отличаться, но всё было на усмотрение издателя. В некоторых... В Robocop играл, вот в это тоже играл, кстати, да. В случаях изменения были минимальными, как, например, в Короле Льве. Ну, слева графика лучше, цвета. Это Sega, кстати. Справа Nintendo. Справа какая-то блеклая, а слева такая красочная. Но некоторые игры были абсолютно разными, поэтому мы имеем две разные касты Вани. Разные черепашки-ниндзя. Ну, пиздатые, кстати, вот те, которые на Sega, я играл вообще прям... Ахуенная игра. И разные Sunset Riders. О, вот это, кстати, тоже пиздатая игра, блядь, я вообще про неё забыл. Но сложная, сука, просто пиздец. Не, на Sega всё-таки лучшие игры были. О, вот это самая охуенная игра, блядь. Я её проходил, я не знаю, сколько раз. Слева, которая, это Contra. Hard Corpse. Но там концовок, типа, очень много. По самым радикальным изменениям подверглась Contra. На Nintendo вышла Contra 3 с уже знакомым... Не, на Nintendo... Не, ну там своя, конечно, Contra, но на Sega она прям вообще пиздацая. ...пиздацая. А на Sega Contra Hard Corpse. Даааа, самая пиздацая Contra, блядь. Масло в огонь подливала и судебная тяжба между Nintendo и Tengen, которая длилась с 1988 года. Помните, как Nintendo поставила ритейлером ультиматум? Типа, либо мы, либо Tengen. Так вот, история на этом не закончилась. Tengen подала встречный иск против Nintendo, обвинила её в недобросовестной конкуренции и в стремлении монополизировать рынок видеоигр. В ответ на это Nintendo выставила иск против Tengen за нарушение патентов. Тяжба тянулась уже три года и изматывала Tengen. Директор Sega, Хаяо Накаяма, негласно поддерживал Tengen финансово. Ради ослабления Nintendo он из личного кармана выделял им деньги для оплаты юридических счетов. Более того, именно он уговорил Tengen взломать NES. Но сотрудничество между Sega и Tengen на этом не ограничивалось. С детства там целая война была между Sega и Nintendo. Вау. Обе компании подписали соглашение, по которому Tengen за два года сделали 40 игр для Mega Drive. И благодаря этому... Сколько? ...вышли такие хиты, как... Ой, блядь, это... ...Перси... Вот этот Принц Перси, блядь, такая сложная залупа была. ...Роуд Бластерс и серия игр по Пакмену. Но юридические вопросы были не единственной проблемой Nintendo. SNES поступила в продажу в конце августа 91-го. И за два месяца удалось продать 500 тысяч систем. Неплохо. Но компания прогнозировала гораздо больше, особенно после того сумасшествия, которое произвел выход Super Famicom в Японии. У этого было две причины. Первая. У Super Nintendo не было обратной совместимости, родители были расстроены, что на новые приставки не запускаются игры от старой, и стали сдавать SNES обратно. А ещё Nintendo не продавала переходник, который решил бы эту проблему. У Sega, например, такой переходник был, стоил 35 баксов и назывался Power Base Converter. С его помощью 16-битная Genesis без проблем работала с играми для 8-битной Master System. И пусть ни у кого не было Master System, да и сам конвертер никто не покупал, но Sega везде подчеркивала сам факт, что такое устройство существует. И вторая причина... Типа плюс реп. ...сама Sega, которая обошла Nintendo по продажам. 1,6 миллиона сеговских приставок против 1,4 миллиона нинтендовских к концу 91-го. Всего лишь за год с хвостиком Sega захватила 25% рынка. Блядь. В магазинах Genesis продавались с такой скоростью, что это обернулось проблемой. Sega даже пришлось доставлять консоли из Японии самолетами, это было дороже, но позволило не потерять клиентов. Однако успех американского подразделения сильно расстраивал менеджеров в Японии. Накаяма постоянно напирал на отдел маркетинга. Мол, смотрите, как хорошо дела идут в Штатах, почему вы не делаете так же? Началась безумная чехарда конкуренции между японским и американским подразделениями. И ворох идиотских решений как следствие всего этого. Японские рекламщики стали творить лютую дичь. Будучи любителями игры в гольф, они хотели стать спонсорами крупного мероприятия в туре PGA. Это мужской профессиональный гольф-тур в США. Но оказалось, это слишком дорого и сложно. И тогда они стали спонсорами американской организации женщин-гольфисток в Атланте. Когда Калинский об этом узнал, то подумал, что это какая-то шутка. Мало того, что мероприятие не пользовалось интересом, так у Sega еще и не было ни одной игры про гольф, не говоря уже о женском гольфе. С таким же успехом можно было проспонсировать скачки одноногих собак по четвергам в Жаркенте. Хуя какая-то реально. Весь прошлый год эта чертова Sega дышала Nintendo в спину. Запустила Соника, эту дешевую копию Марио в сапогах-скороходах, мешала продажам и прочее. Поначалу их неуклюжая реклама была даже забавной. Дзинезис мазит, то есть Nintendo не мазит, но Nintendo понимала, что не стоит тратить энергию на этих выскочек. Однако, с приходом Калински, эти неудачники снизили цену на консоли, привлекли сторонних разработчиков и выставили большую... Разбуди, маму свою разбуди, долбоёб, блядь. ...эн-компании для миленьких карапузов. Теперь же настало время поставить Sega на место. В начале года Nintendo... Что, проснули сразу, да? ...сбросила цену на свою 16-добитную консоль с 200... Доброе утро. ...долларов до 180. Вот суки! Sega ответила тем же, но ещё сильнее. Снизила цены до 99... Ох, ебать! Не, ну это уже серьёзная хуйня, ребят. 99 долларов за консоль. Ладно, 100 долларов, если округлять. ...долларов 95 центов. И сейчас Nintendo тоже снизит. ...началась ценовая война, и позже комплект из Super Nintendo и Super Mario World продавался уже за 129 долларов, а затем появилась консоль без игры также за 99,95. Блядь! Охуеть! Цена была особенно неприятна для Sega. Это позволило большой N возвратить себе свою долю рынка. Плюс, помимо цены, у Nintendo были хорошие игры. Не, ну а давайте уже бесплатно просто консоль раздавать, а зарабатывать чисто на играх. На Nintendo библиотека становилась обширнее, где каждая игра — книга со своей историей. Война между японским и американским подразделениями вызывала переполох. Сложившаяся ситуация очень выбесила Юдзинаку, создателя игры Sonic, и гениального программиста. Руководство хотело, чтобы он немедленно приступил к Sonic 2, но он был сыт по горло действиями японского подразделения и уволился. Без него второй Sonic был бы невозможен, поэтому компания предложила ему 30 тысяч долларов в качестве компенсации и жирные бонусы, чтобы он вернулся. Но Юдзинако наотрез отказался и от этого. Его беспокоило отсутствие признания ни в финальных титрах, ни на коробке с игрой, и он нигде не был указан. Компания боялась, что конкуренты увидят, кто сделал игру, и переманят лучших специалистов. Впрочем, его команда втайне нашла способ заявить о себе. И в самом конце игры Sonic the Hedgehog, когда появляется черный экран, они темными буквами написали имена всех, кто участвовал в проекте. Поскольку темное было на темном, никто этого не заметил. А в чем прикол? А что это тогда ему дает вообще? О себе и в самом конце игры Sonic the Hedgehog, а нахуя? Когда появляется черный экран, они темными буквами написали имена всех, кто участвовал в проекте. Поскольку темное было на темном, никто этого не заметил. Однако об этом знал Нака и его команда. Наку нужно было вернуть в компанию, и Калинский уговорил Тойоду лично слетать в Японию, встретиться с ним и любым способом уговорить вернуться. Тойода предложил Наке взять с собой 10 лучших сотрудников на выбор и переехать в Америку, чтобы заняться разработкой предложения там. По условиям Нака получил бы большой гонорар и указания в титрах, а работать предлагалось в Sega Technical Institute, новой игровой студии, основанной в Пало-Альто. И Нака, конечно же, согласился. Sonic Team стал разрабатывать вторую часть в атмосфере спокойствия и полной творческой свободы. Поэтому Sonic 2 уже на этапе техно-демки выглядел впечатляюще. Игра... Дааа... Игра была быстрее, красочнее. И к тому же в ней должен был появиться новый персонаж, друг Соника-Ежика. И вот тут возникла очень интересная ситуация. В Японии провели внутренний конкурс для того, чтобы придумать нового персонажа, в котором победил Ясуси Намагути, который создавал уровни для Sonic Team. Он придумал оранжевую двуххвостую лису со стильной челкой и назвал ее Майлз Прауэр. Мол, это такая отсылка что-то типа Майлз Перхауэр или Столько-то миль в час. Американцы понимали, что персонаж козырный, хороший, с ним нужно что-то делать. Но имя у него просто не к черту и решили назвать его Тейлз. Но как сказать это японцам? Ведь если они вновь начнут морщиться, то опять получится ситуация как с доктором-роботником или он же доктор Эггман, будь он не ладен. Тогда они придумали такой трюк. Сочинили про Майлза Прауэра целый рассказ, раскрывающий его личность и предысторию. В нем Соник научил Майлза тому, как использовать два хвоста, чтобы летать. Смотри, Майлз, ты особенный, потому что у тебя два хвоста и поэтому я хочу тебе дать особенное прозвище, а теперь я буду звать тебя Тейлзом. И это сработало. Японцы из Соник Тим, которые заранее ненавидели каждое предложение, которое вылетало из уст американцев, были очарованы рассказом. У одного из программистов даже навернулись слезоньки на глаза. С тех пор лисенка назвали Тейлзом, но японцев утешал тот факт, что где-то там в выдуманной вселенной настоящее имя его Майлз Прауэр. На создание Соник 2 ушло 14 месяцев. Всё это время разработка велась в строжайшем секрете, а его выход был ознаменован настолько мощной рекламой, что мир ещё не видел. Второй Соник стал первой в мире игрой, у которой был глобальный старт. В Японии, Европе и США в один и тот же день, во вторник Соника, то есть Соник Тьюздэй. Официальный слоган звучал как Too fast, Too cool, Too day. Игру доставили самолётами по всему миру ровно за день до старта, а тот самый день Икс настал 24 ноября 92-го года. 30 тысяч магазинов давали возможность поиграть в Соника бесплатно и купить его в тот же день. Вся реклама была нацелена на эту дату, чтобы дети и их родители ждали наступления этого дня как второго пришествия. Запуск был фантастически успешным. В Лондоне двухэтажные автобусы под завязку набитые приставками Мега Драйв ездили по школам. Старт продаж второй игры по синему ежу в Штатах вызвал небывалый ажиотаж. Сега планировала продать 2 миллиона игр за месяц и 2,5 до конца года, но продали 800 тысяч экземпляров меньше, чем за сутки. Для Сеги это был фантастический показатель. Но по каким-то причинам японское подразделение решило, что Соник Тьюздей должен пройти не во вторник, как это было во всем мире, а в субботу, 21 ноября, на три дня раньше. И знаете почему? А не почему. Никакой причины не было. Просто вот так. Блядь, эти японцы, нахуй, они постоянно все портят. Ну, я имею в виду в данной ситуации с Сегой. Играми и так далее. Все нормально идет, все идеально. Нет, надо заруинить. Как будто специально, блядь, реально. Так вот. Американцы давно привыкли к разным выходкам японцев, а о некоторых продуктах они узнавали случайно, копаясь в отчетах, о существовании важных игр узнавали по ТВ из японской рекламы, но поступить так с первым в мире глобальным запуском игры было почти преступлением. Складывалось ощущение, что чем успешнее шли дела в Америке, тем меньше радости это вызывает у Японии. В Штатах Сега занимала уже более 50% рынка, а у них было меньше 15%. И что это как ни зависть, ответьте мне в комментариях. Японцы не хотели рисковать, устраивать конкуренцию между Соником и Марио. Эти люди были очень талантливы и трудолюбивы, но в глубине души они не хотели победить, потому что привыкли работать по-старому и не хотели потерять то, что имеют. Оглушительный успех Соник 2 принес очень много денег компании, и Сега стала стремительно расти из хорошего в выдающиеся, из претендентов в соперника, из вечного догоняющего в лидера. Стали выходить по-настоящему крутые игры, Бэтмен Ретернс, основанная на одноименном фильме, Тазмания, основанная на Луни Тюнс, а также Эван Дер Холифилдс Рил Дил Боксинг, основанная на харизме пиздатые будем. О, я играл. О, я играл. И много других интересных тайтлов это все подарил нам 92-й. Ну да. Калинский описывал этот период как один из самых приятных эпизодов своей жизни, сплоченный творческий коллектив, завораживающий идеи и непрекращающийся поток успешных проектов. Сега активно работала с Warner Brothers и вела переговоры с Disney, Universal, 20-й век Fox и Sony, а также сформировала благотворительный траст, выделяла деньги для борьбы со спидом, детскими полезнями и спонсировала образовательные проекты. Нихуя. У молодого Боби Энга проблема. Он должен заслужить уважение сверстников. Че? Поэтому он купил Sega Genesis Fighting System. Она идет со стритцов Фрэнч 2. Он экономит 40 долларов, больше движений, больше контроля и теперь Блэ, такая реклама раньше была странная. Блэ, каша нахуй. Я сказал с шоколадной крошкой. На рекламном поприще был полный разгром Nintendo. Sega запустила рекламную кампанию Welcome to the Next Level. Рекламные ролики стали более клиповыми, быстрыми и стебными. Но вот с продуктами стали твориться откровенно странные вещи. И первым звоночком стала Sega CD. О, началось. Переговоры с Sony привели к тому, что обе компании объявили об альянсе по созданию игр для Sega CD. Эта новость прошлась холодком по гузочку всей игровой индустрии. Нет, блядь, ведь Sony это мультимедийный гигант. Если она приложит все усилия, привлечет музыкантов, актеров и кинокомпаний для создания новой платформы, то Sega станет безоговорочным лидером. У Sega Mega CD был неплохой потенциал, ведь игры на дисках могли выдавать киношное качество картинки благодаря технологии Full Motion Video. Интересно, что Sony в начале 90-х хотела войти в игровой бизнес, но боялась это делать самостоятельно, поэтому искала крепкого партнера. Sony предложила Nintendo запилить совместный проект Nintendo PlayStation, именно так, через пробел. Аддон для Super Nintendo, который способен был бы воспроизводить игры с дисков. Sony зарабатывала бы деньги с каждой проданной PlayStation, плюс получала бы комиссионный от издателей. Аддон должен был выйти в конце 92-го года, но когда дело уже доходило до подписания, в самый последний момент Nintendo объявила о том, что свою SSD-систему они будут выпускать совместно с Philips. Какой нахуй? А зря. Надо было соглашаться, потому что теперь Sony, ну вы знаете, что такое Sony, да, они решили, видимо, ну хотя, блядь, если бы они согласились, то тогда бы, возможно, и не было бы Sony PlayStation, такой, какой мы ее знаем. Все было бы иначе сейчас. Серьезно разозлило боссов Sony, и между Sony и Nintendo даже на какое-то время вспыхнул конфликт. Тогда Sony обратилась к Sega и предложила ей сделать этот проект, но Sega к тому моменту уже работала над таким же аддоном и даже закончила прототип. Sega Mega CD вышла в конце 91-го года в Японии, а в США в октябре 92-го. На старте было очень мало игр, в числе которых Night Trap и Savor Shark, произведенные Sony за деньги Sega, но игры эти были полным отстоем. Full Motion видео воспроизводилось только на малой части экрана, а сюжет обеих был примитивен. Это были откровенно паршивые трэш-хорроры, в которых к тому же было насилие, смертоубийство и едва одетые девушки. Так заебись же. Опа, не факт. Что за хуйня реально? Единственной нормальной игрой, вышедшей на Sega CD, стал Sonic CD. Игра стала еще быстрее, появились очень крутые анимационные вставки, а также сохранения. Охуеть, сохранения. Sega CD не обрела должного успеха и стала провальной. Разработка игр обходилась слишком дорого, а сам аддон стоил дороже приставки, ведь технология была слишком молодая. К тому же он не был полноценной консолью и не работал без Genesis. Продажи Sega CD были неутешительными. Nintendo, глядя на то, какой паршивый аддон получился у конкурента, не торопилась с выпуском своего CD дополнения для Super Nintendo. А потом у них развязался конфликт с Philips, а там уже идея устарела и Nintendo CD отменили. Компания не хотела тратить на аддон все свое время и деньги. Но Sony и Sega продолжили работать над в архитектуре и Sony пошла самостоятельно разрабатывать свою консоль. Однако у Mega Drive дела шли весьма неплохо, да и прототипка Game Gear стала хитом, несмотря на минусы. К тому же Sega делала очень правильные шаги навстречу геймерам. Она заключила контакт с малоизвестной фирмой Голуб, которая производила игрушки и судилась с Nintendo из-за своего периферийного устройства Game Genie. Оно подключалось к игровым картриджам и позволяло вводить чит-коды для бесконечных жизней и всего такого. Nintendo считала, что Game Genie разрушает целостность их игр, а Sega напротив взяла его на вооружение, дала ему официальную лицензию и даже проспонсировала рекламную кампанию. Наступает 93-я доля Nintendo на 16-битном рынке упала с 60% до 37%. Sega принадлежала 55% рынка Америки. Причина, почему так произошло — игры. На Sega выходят такие невероятные хиты, как Aladdin, Парк Юрского периода, Люди Икс, Один Дома 2. А где Mortal Kombat? Там же потом Mortal Kombat вообще порвет всё. Плинстоуны Golden Axe 3, Sonic House и Sonic Spinball, Рен и Стимпи, а также Эко Зе Дольфин, за рекламу которого прилетает иск на 3 миллиона долларов за использование образа команды Жака Ива Кусто без разрешения. Надеюсь, на эти деньги они купят себе чувство юмора, сказали в Sega. Но главным событием года становится выход в... Вот это база, бля. Эта игра была придумана парой разработчиков Эдом Буном и Джоном Тобиасом из небольшой компании Midway. Вместо анимации они задействовали оцифрованную графику для создания файтинга со Стивеном Сигалом или Жаном Клодом Ван Дамом, но после их отказа придумали свою вселенную. Издателем выступила Аклеем, боссы которой за свою жизнь видели много хитов, но этот... этот был особенный. 13 сентября 93-го года Mortal Kombat должен был выйти одновременно на Sega и Nintendo в день, который назвали Смертельным Понедельником. Но Nintendo боялась выпускать игру в том виде, в котором она была. Слишком много крови, расчлененков, фаталити. Для семейной консоли это было слишком, поэтому в игре заменили кровь на серый пот, кровь включалась отдельно, но была зеленой, а часть добиваний и вовсе убрали. Мм, да. Более того, зато сейчас всем вообще похуй, такие игры выходят, что просто пиздец. Тоже боялась гнева со стороны родителей, поэтому вместе с Аклейм они придумали одну хитрость. Когда ты покупаешь игру, в ней нет никакой крови. Да похуй на родителей, господи, что-то ревно. Но если хочется, можно ввести у меня сразу кровь была. Тей секретный код и кругом кровище. А, я помню эту хуйню. Это с первым было, да. Когда прошел кровавый понедельник и шкалеры массово стали раскупать игру, родители были в ярости. Они завалили Нинтендо гневными письмами, звонками и угрозами. Мол, что это такое? Мой ребенок купил вашу игру, а там даже крови нет. Где вырванные позвоночники и расчлененка? Алло! Моему первоклашке не хватает кишок прямо в лицо. Поэтому следующие части Mortal Kombat на Нинтендо уже цензурировать не стали и версия Sega и SNES уже не отличались. Но благодаря Mortal у Sega заняла 55% рынка, а игра стала культовой. Это было чистое веселье. Но это не все. Как вы помните, оригинальная Mega Drive выходила с трехкнопочным джойстиком. До выхода Mortal Kombat это не вызывало особых проблем. Но делать комбо на нем было крайне неудобно. Поэтому в 93-м вышла Sega Mega Drive 2, в комплекте с которой был шестикнопочный джойстик. А для обладателей первой приставки продавали шестикнопочные контроллеры отдельно. Именно этот дизайн стал для нас более родным. К тому же новый дизайн позволял сократить расходы на производство. Только кнопки сзади. В общем, в союзе о Sega пока еще мало кто знал. Первые консоли у нас стали появляться лишь с 95-го года, когда 16-битный бум во всем мире уже... 95-й, нахуй. Вообще 2000-е годы. Лично у меня. ...подходил к концу. Об этом мы обязательно поговорим чуть позже. А пока на дворе 93-й. Мне 4. Беззаботное детство в родном поселке на Атшибе Казахстана. Со мной неразлучная компания моих друзей. То есть Sega уже, наверное, не существовало, но у нас, блядь, в Новокузнецке это хайп набирало только. И моя добрая бабушка. По черно-белому телевизору все чаще говорят про какой-то путь, мама хлопочет на кухне, а где-то там, за океаном, мир технологий стремительно меняют Panasonic, Atari и Sony. Первым звоночком наступления новой 32-битной эры видеоигр стал выход 3DO. Навороченная 32-битная система вышла осенью и позиционировалась как самая продвинутая игровая станция во вселенной. Этот монстр умел воспроизводить с дисков фильмы, музыку, игры. Он танки грыз как Барбарис и пули горстями глотал. Впрочем, 32-битная эра для 3DO закончилась так и не начавшись. Ха, блядь. Во сколько моя дочь будет дома? Пассивный тип вероятно играет в Nintendo. Во сколько моя дочь будет дома? Где-то между 10 и 2-бя. Аплесивный тип вероятно играет в Sega. Во сколько моя дочь будет дома? Ты хочешь ее обратно? А этот тип играет в 3DO самую продвинутую игровую систему во вселенной. Каринша реклама, блядь. Консоль провалилась с таким треском, что слышно до сих пор. Главной причиной провала была чудовищная цена 700 баксов. О-ка! Создатели хотели вместить в нее все свои хотелки, но никто не мог понять, чем конкретно является эта система. Это для игр, или для фильмов, для музыки, или это просто переоцененный кусок дерьма? А через месяц вышла Atari Jaguar. После долгих лет, поведенных на свалке прогресса, Atari планировала с шумом ворваться в консольный бизнес, поэтому выпустила сразу 64-битную Ягуар. Некоторые из вас верят, что ваша система самая продвинутая во вселенной. Давайте посмотрим на цифру. В первый PlayStation там сколько бит? По-моему, 128. Или нет? Я помню в Sega Dreamcast точно 128. А сколько в первой блоке, я не помню. 32? А? 32 бита. Atari Jaguar 64 бита. Более продвинутая. Клиффорд. 64 бита, трехмерная графика. Это все, только в Atari Jaguar. Она более продвинутая. Какая-то сколько бит? Можете повторить. Большая разница. Ягуар! Ягуар! Игры круче, графика круче. Конечно, это было рекламной уловкой. Процессор и видеоускоритель были построены на 32-битной архитектуре, а 64-битным был... 64-битным был... На Sega Dreamcast 128 вроде. ...эфический сапроцессор. В итоге графика... Могу ошибаться? ...отвратительная. К примеру, вот как выглядела типичная игра прогонки на 3DO Need for Speed. Так, а... для тех времен это раз и плохая графика? А вот главный хит Ягуар... Не, ну это хуйня, ладно, но... предыдущая... ...чекерт флег. Геймеры, что повелись на рекламу, были в негодовании. Игр нет, графика отстой, да еще и этот огроменный бестолковый геймпад с кучей кнопок. К тому же 6... А ну-ка, нахуй. Сколько бит в... Sega? 128, блядь, долбоебы, нахуй. Sega Dreamcast стала первой 128-й битной консолью на рынке приставок. Долбоебы, сука. Поуважительно. Кому, блядь, к долбоебам, нахуй? 110, блядь. Впервые информация о новой приставке от Sega просочилась в интернет такого-то числа. Причем изначально появился слух, что Sega собирался модернизировать свою Saturn до уровня 128 бит. Ну, короче, блядь, да, 128 на Sega Dreamcast. 54-битный в кавычках Jaguar воспроизводил игры только с картриджей, а позже вышел аддон Jaguar CD, который вообще был никому не нужен. Atari Jaguar 2 должна была стать преемником Jaguar, но до начала производства проект был закрыт и Atari навсегда ушла с рынка игровых приставок. Провалы обеих консолей навели Nintendo на мысль о том, что торопиться с выходом своей 32-битки не стоит, но Sega Sega увидела в технологии огромный потенциал. Директор Накаяма, вооружившись кнутом и еще одним кнутом, выжимал из инженеров все соки, чтобы они выпустили 32-битную консоль. Ведь 16-битный Mega Drive в его понимании это прошлый век и компании как можно скорее нужно ворваться в светлое будущее. Но прежде у Sega вышла еще одна консоль. Sega Pico. Том Калинский при ее разработке сказал, что сделает из нее сенсацию, если она будет стоить 100 долларов. Но на выходе получилось нечто странное, которое стоило около 200 баксов. Когда Накаяма узнал во сколько компаний обойдется производство, взял Pico в руки и со всей силы грохнул устройство об стол, а потом разбил его в щепки кулаком. Sega Pico не стала громким провалом и все-таки пользовалась популярностью у детей в Китае. Но это выявило серьезную проблему. Sega была не способна на инновации. Sega вообще обожала тратить деньги, много ресурсов выделяла на разработку очков виртуальной реальности. VR? Денежный поток наполнял карманы инженеров с 91 по 93 и на выходе получилось нечто под названием Sega VR футуристическое устройство из двойного ЖК экрана с кучей инерционных до... Бля, с тех времен VR так внешне не изменился. Такая же здоровая херня на башке. ...которые отслеживали движение головы по магнитному полю земли. Звучит как нечто инопланетное, согласен. Однако, в 93-м проект пришлось закрыть после неудачного тестирования на людях. Фокус-группа жаловалась на укачивание и дружно обменивалась рвотными фонтанчиками уже после 15 минут игры. Интересным был лишь Sega Channel, появившийся также в 93-м. Интернет тогда только зарождался, связь через телефонную линию была слишком медленной, однако в Sega считали идею с онлайн-играми прорывной. Тогда в США запустили кабельный канал Sega Channel, на котором владельцы Genesis могли играть в десятки игр по запросу. Проект был вполне неплохим, особенно на исходе жизни Genesis, когда картриджи продавались всё реже и реже. На Sega Channel выходили эксклюзивные игры и дополнения, а проект поддерживали вплоть до 96-го. Нинтендо же напротив решила не связываться с онлайном и с 32-битными технологиями, а развивать то, что есть, и в начале 93-го вынула очередной козырь из рукава МОД 7. У Super Nintendo процессор всё же был мощнее, и он мог обрабатывать вычисления афинного преобразования фона, масштабирования, вращения, отражения и любую комбинацию этих эффектов. На практике это означало, что разработчики могли делать фейковое 3D, отчего игры больше не были плоскими. Странно. Или вот тут в Марио Карт. Или вот тут в Секрет оф Мана. На самом деле фон вращается как обычная двумерная картинка, но впечатление на игроков начала 90-х это оказывало шокирующее. Мало того, что потребителям не пришлось тратиться на улучшение консоли, так ещё и значительно увеличился срок жизни Super Nintendo. Sega ничем не могла ответить, поэтому придумала очередную хитрость. Так родился Бласт Процессинг. У Sega Genesis есть Бласт Процессинг. У Super Nintendo его нет. Что это? Что же делает Бласт Процессинг? И чё? А что, если у тебя его нет? Маркетинговый отдел Sega вдоль и поперёк изучил справочник по консоли, но никаких реальных преимуществ в Genesis не было. Читая справочник, они обнаружили, что в теории некий Burst Mode позволял Genesis обрабатывать код быстрее. В реальности Burst Mode мало на что влиял, но в итоге маркетологи переименовали его в Бласт Процессинг и сняли стёбную рекламу. Зато позже Nintendo выпустила чип Super FX. Это риск-процессор, который встраивался в картриджи и позволял добавлять в игру настоящую трёхмерную графику с полигонами. Пусть картриджи с чипом Super FX и были дороже, но взгляните, как выглядели игры. Вот это станд Car FX. Как хуйня какая-то. А вот Star Fox. Пиздец. Sega тоже пыталась в 3D, но пыталась очень смешно. Через год компания выпустила Sega Virtual Processor, самсунговский чип, который технически превосходил Super FX и также встраивался в картриджи. Но единственная игра, в которой он использовался, Virtua Racing. Картридж стоил, внимание, 100 долларов. До сих пор Virtua Racing считается самой дорогой игрой, когда-либо выпущенной на картриджах. На разработку SVP и одной единственной игры для него ушла куча денег, а в результате очередной провал. Sega не могла победить технологиями, поэтому побеждала пиаром, но на рынке тут и началось, да, видимо. Черная полоса у Sega, блять, одно за другим. Вдруг замаячил один крупный игрок, которому Sega ничего не могла противопоставить. Аааа! Боя, боя! 23 мая 93-го года Sony приобрела небольшую видеоигровую студию Saigonosis за 48 миллионов долларов. Сумма астрономическая, поэтому люди стали... А надо было тогда подписывать контракт нахуй с ними. Что за Saigonosis такой? Почему так много? Единственное, что они сделали, маленькая головоломка про Леммингов и почти 50 миллионов за это... Однако, Sony тайно делала свою консоль, на которой запускались бы игры компьютерного уровня, а Saigonosis не только готовила к релизу очень хорошие по качеству игры, как Микрокозм, например, но и разработала все необходимые инструментарии для разработчиков как для Mega Drive, так и для Super Nintendo. Он назывался PsyQ. Sony поработала с Sega, узнала, что припрятано у неё в рукаве и поняла, что Sega не прятала там ничего стоящего. В компании творится форменное безумие, японское подразделение грызётся с американским и идей, как развивать своё железо дальше у них нет. Atari и 3DO погибли от своей же тупости, а Nintendo уже побеждена с Сегой. Поэтому фактически конкурентов у них не будет, если Sony не станет торопиться и уже на старте обеспечит классные игры. Ведь не характеристики, имидж или рекламу продают консоль, а игры. Вот почему покупка Saigonosis была оправдана. Эта компания не только разработала игры для старта PlayStation, но и создала простой в использовании инструментарий для разработчиков, которые захотят делать игры для Sony в будущем. Через два года этот шаг в пух и прах уничтожит Sega. Но на тот момент это была всего лишь странная покупка Sony. Наступает 94-й. Несмотря на появление 32-битных систем, 16-битные консоли чувствуют себя отлично. Но японцы хотят производство Mega Drive Genesis полностью свернуть и уже переключиться полностью на 32-битную консоль Sega Saturn. Но Калинский чудом уговорил Накаяму двигаться в светлое будущее с двумя консолями 32-битная Sega Saturn на дисках и 16-битная Mega Drive на картриджах. Но прямо сейчас нужно заполнить некий пробел между поколениями. И для этого существует проект Mars. Консоль на картриджах с возможностями близкими к 32-битным. Калинский все никак не мог взять в толк, что за пробел им нужно заполнить и как продавать этот проклятущий Марс без ущерба Genesis, которую по-прежнему обожали на западе. Но Окаян и Накаяма быстро дал понять, что спорить тут не о чем. В итоге все сошлись на том, чтобы выпустить Mars не как отдельную консоль, а как еще один аддон для Genesis. Дорогой, сложный для разработчиков из этих двух процессоров, но зато на нем можно было бы запускать 3D-игры. Проект Mars вышел на рынок в конце 1994-го как Sega 32X и запуск был максимально просран. Во-первых, Sega не смогла обеспечить нужное количество 32X, поэтому он не попал в крупные магазины. Во-вторых, на старте было всего 3 игры и японские разрабы вообще не торопились делать свои игры в срок. Поэтому первые полгода не было вообще ничего. Да отключила донаты, пока временно заебали нахуй. и собрать весь комплект из Mega Drive плюс Sega CD плюс 32X, то видели в рекламе, как это все эпично выглядит. На самом же деле получался такой монстр из проводов, блоков питания и соединений, что даже мошонка-моржа бы обзавидовалась. Все понимали, насколько она паршивая, разработчики сторонились ее как огня. И как итог, полнейший провал и климо позора. Пусть на 32X Sega и не потеряла много денег, так как разработка ее заняла меньше года, а продажи все же вышли в небольшой плюс, однако он серьезно ускорил устаревание Mega Drive и только путал потребителей. Родители не понимали, что брать. Приставку Mega Drive плюс аддон для нее, который дороже самой приставки. А что такое Sega Mega CD? Почему она старше? Ну с дисками, а это новинка, но все еще на картриджах. Сами сотрудники тоже были в замешательстве, так как в компании было очень много проектов с похожими названиями планет. Нептун, Марс, Сатурн, Юпитер, некоторые получали финансирование, но ближе к дате анонса отменялись. Некоторые, как проект Венера, меняли свое название при выходе на рынок, а некоторые, как Сатурн, выходили под внутренним наименованием. Некоторые аддоны и вовсе выходили на отдельных рынках как самостоятельные консоли, как например Sega CDX. На Mega Drive выходили очень неплохие игры. 94-й принес такие хиты, как Sonic 3, Sonic & Knuckles, Червяк Джим, Mortal Kombat 2, Comic Zone, однако у Nintendo вышел Donkey Kong Country и вытащил компанию из болота. Ее запуск стал самым успешным за всю историю видеоигр, только за... Чего, блядь? Вот эти обезьяны, серьезно? За первые 6 месяцев было продано более 7 миллионов картриджей с игрой, а сопровождала это отличная реклама Играй громко. В ней Nintendo тоже... Я, конечно, играл в эту игру, но я не думал, что она настолько была популярна. ...глядела молодежно, клипово и круто. Nintendo стала косить под Sega и отходить от концепции спокойной приставки для всей семьи. Интересно, что Donkey Kong Country вышла в один день с 32Х. Sega сделала очередное дорогое барахло, которому нужны были новые игры, а Nintendo выпустила впечатляющую игру и снова поддержала жизненный цикл SNES. Это сильно ударило по Sega, но то, что делала Sony, это был полный разгром. Видев тот бардак, что творится в Sega, из компании стали уходить важные кадры. Sony схантила многих талантливых программистов из Sonic Team, аналитиков и ценных сотрудников из отдела рекламы. Более того, из Sega ушел не абы кто, а сам Стивен Рейс, который все это время кардиналом маркетингового отдела Sega. Благодаря его таланту стал возможен Sonic Tuesday. Он вместе с Калински уговаривал Walmart взять Genesis и успех войны с Nintendo исключительно его заслуга. Дуэт Калински и Рейса сделал Sega новым королем, а теперь Рейс хотел развязать войну с Sega во благо Sony. Начало года каждый IT-гигант начинает с выставки CES в Лас-Вегасе и 95-й не стал исключением. Традиционно Sega привезла свои новинки, но Sony использовала этот момент, чтобы дезморалить Калински. Ночью Стивен Рейс с сообщниками разбил стенд с Соником, выломал дисплей, пририсовал на плакатах усы, а у бассейна отеля, где остановился Калински, разбросал большие черные шары с надписью PlayStation X. К тому моменту Sony уже объявила спецификации своей консоли с кодовым названием PSX, и вся индустрия, сжав булки, ждала, сколько же она будет стоить. Ходили слухи, что порядка 400-450 долларов, поэтому Sega Saturn, как и Nintendo 64, должны были выйти примерно с одинаковым ценником, чтобы конкуренция была равной. Но точную цифру должны были объявить на выставке E3 весной. К 95-му 16-битные консоли стали отходить на второй план. Игры для них разрабатывали вяло, и постепенно интерес к ним стал стихать. Но именно теперь Sega Mega Drive 2 дошла до стран бывшего союза. То есть, как я и говорил, все начало стихать, а у нас-то, блядь, у нас в России это только началось. Играют все! Появились китайские клоны 8-битной приставки Nintendo, которые завозились к нам как Dendy. Ты, например, знаешь, как отличить настоящую приставку Dendy от поддельной? Вот. Также китайцы нашли способ обратного проектирования Sega Mega Drive 2, которая тоже хлынула на территорию бывшего Советского Союза. Вот, та самая. Вот у меня такая была. Волшебный мир. Сыграла и реклама, которую годами крутили по ТВ в виде той самой рубрики с Супоневым. И у нас произошел настоящий консольный бум. Здесь написано Genesis. Так называется приставка Sega в Америке. Спонсировала рубрику Dendy новая реальность фирма Stipler, которая первой стала завозить легальные консоли Sega и Nintendo в Россию. Но гораздо большей популярностью пользовались китайские клоны. Sega и Nintendo знали о происходящем у нас буме, но бороться с пиратством на законных основаниях было невозможно. Поэтому они закрывали глаза на контрафакт, лишь бы иметь хоть какое-то официальное присутствие на быстро растущем рынке. Наши школьники быстро сообразили, что Sega лучше Dendy и ее разбирали активнее. Что покупаешь? Sega. Знаете, Sega Mega Traffic, да. Однако попытка Sega официально закрепиться в СНГ не увенчалась успехом. Sega выкатила официальным дистрибьюторам слишком много условий, необходимо было знать основу японского делового этикета и иметь безупречную репутацию. В России, как и во всем бывшем СССР тех лет, ни одна компания не подошла под их требования, поэтому самураям было проще потерять миллионы, чем отказаться от своих идеалов. Лично я, правда, не знаю ни одного человека, у которого была бы Super Nintendo, да и о том, что Dendy это NES я узнал. У меня был одноклассник, у которого реально была Super Nintendo. Оригинальная. Но проблема заключалась в том, что не было игр, у него было только два картриджа. Какой-то файтинг и вторая игра про какого-то кролика, кролика Роджера или чёрт такое. Всё, это все игры, которые у него были. Купить новые он не мог, потому что они тупо не продавались. Можно было только какие-то поддержанные купить старые игры в каких-то магазинах. И то это редко можно было встретить. Уже в более сознательном возрасте, но если вдруг вы были обладателем лицензионки, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Мне очень интересно... Я не знаю. По-моему, ему батя привёз откуда-то там издалека, короче. Ну как раньше это делалось, да? Батя где-то за границей, блядь, работает или чё-то делает. Иной из Америки привёз, блядь, или из Японии, я хуй знает. Узнать вашу историю. Удивительно, но с Нинтендо договориться оказалось проще, поэтому их консоли Несс и Супер Нинтендо в России продавались официально через фирму Дэнди. Часто думают, что Дэнди это пиратка, но это не совсем так. Они начинали с того, что завозили пиратские консоли Несс и пиратские игры к ним, но позднее, когда Дэнди стала большой, Нинтендо обратила на неё внимание. В 94-м директора Нинтендо в Америке встретились с Виктором Савюком, главой Дэнди, и договорились, что Нинтендо закрывает глаза на пиратство восьми битки, но Супер Нинтендо они будут продавать только официально, а также перестанут продавать и рекламировать любую продукцию Сеги. Так просто? Пираты стали официалами, работали по договору и получали от Нинтендо все промо-материалы, запустили продажу с Несс и Геймбоя. Полную историю Дэнди от Виктора Савюка вы можете послушать на канале Эму Геймер, ссылку оставлю в описании. Кстати, хочу выразить ему огромную благодарность за помощь при создании этого видео. Во многом благодаря пиратству Сега с теплотой вспоминается любому, кто был ребенком в 90-х и начале 2000-х. Неважно, где вы родились, вы определенно точно слышали о 16-битной приставке Сега. А еще, скорее всего, вы играли в Mortal Kombat 3 Ultimate. О да. О да. Эта игра вышла в 95-м на аркадных автоматах, а позже была портирована и на 16-битной консоли. Во многом, благодаря ей Сега обрела статус культовой. У нас уже в конце 90-х стали развиваться небольшие домашние игровые клубы, куда можно было прийти, заплатить денежку и исполнить фаталити, о которых ты узнал от друзей. А секретный код AC вверх-бверх-б, а вниз записывался не на бумажку, а сразу на уровне ДНК. В третьей части появились новые персонажи. Комбо, добавлены бруталити, френдшип, в игре было огромное количество секретов и пасхалок. При ее создании применялась все та же технология... Да, она даже сейчас актуально выглядит, если поиграть в нее. Там столько персонажей в Ultimate именно. Ну, реально пиздато. ...сморковки реальных актеров, а качество графики было на очень высоком уровне. Слаус Викторий. Выход Ultimate Mortal Kombat 3 вновь подогрел интерес к Мегадрайв, но к тому моменту Сега уже начала сворачивать ее производство и консолей попросту не было. Накаяма продолжал настаивать на том, чтобы прекратить производство, несмотря на 30 миллионов проданных приставок по всему миру. Увидев, что спрос есть, производители приставок из Китая и Тайваня, напротив, стали наращивать производство и со временем вытеснили официальные приставки с рынка. Я промолчу, насколько это был тупой поступок со стороны Сега, тем более, что посчитать точное количество упущенной прибыли невозможно. Но Nintendo, например, поступила мудрее и официально поддерживала SNES вплоть до 98-го года. Итак, Сега Сатурн. Я вам. Этой консоли предстояло сражаться с Nintendo 64 и PlayStation 1. И да, она была отвратительной и разработчиками ее появились как-то для, но почему же так произошло? Если вы хоть раз выходили на улицу, то, скорее всего, знаете, чем закончится это история. 98-й, по-моему, да? А еще вы, скорее всего, видели фильм Парк Юрского периода или Терминатор 2. Создание настолько впечатляющих спецэффектов в этих фильмах стало возможным благодаря чипу Silicon Graphics от компании SGI. Этот чип принес славу SGI и радикально изменил всю киноиндустрию. И теперь SGI хотела выйти на рынок потребительской электроники, ну и искала себе партнера. Когда Накаяма заговорил о создании Sega Saturn, то сотрудники Sega of America съездили в SGI и посмотрели, на что способен этот чип. Увиденное заставило всех присутствующих ощутить в паховой области каменный стояк. Это явно было то, что требовало Sega. Но Накаяма, будь он неладен, сказал, что сотрудничество с SGI ему категорически неинтересно, потому что чип был якобы слишком большой. А слишком большой для чего? Не извините, нет, спасибо, до свидания. В итоге, вместо одного хорошего 64-битного процессора в Sega Saturn поставили три 32-битных японских процессора Hitachi, которые отвечали за персонажей и игровой процесс, плюс отдельный сигнальный процессор для аудио и два видеоускорителя. Этот оркестр был в сумме дороже, чем один чип SGI и стал для разработчиков сущим кошмаром. SGI после отказа Sega нашла другую японскую компанию для партнерства и ей стала Nintendo. Компания не торопилась с выходом Nintendo 64 и старалась сделать всё по уму. Консоль анонсировали в 95-м, но в продажу она поступила лишь через год. Её также приняли очень тепло, а игра The Legend of Zelda Ocarina of Time для Nintendo 64 считается самой высокооценённой игрой всех времён. А Sega очень торопилась с выходом Сатурна. Её стали продавать в Японии в конце 94-го года за 399 долларов, мол, Sony же будет продавать своё барахло за 450, мы будем дешевле, ещё выйдем раньше. На рекламу потратили 100 миллионов долларов и в первый же день продали 170 тысяч систем. Сатурн должен был стать самой успешной Sega-вской консолью в Японии, а в остальном мире планировали стартовать осенью 95-го по той же цене. Однако, прямо перед выставкой Е3, Накаяма позвонил Калинский и сказал, чтобы старт продаж был объявлен 11-го мая, то есть в день самой выставки. Бля, Е3, к сожалению, уже всё. И вот наступает день Икс, первая в мире Electronic Entertainment Expo, 11-е мая 95-го, солнечный Лос-Анджелес. Десятки фанатов видеоигр ждут, что же покажут Sega, Sony и Nintendo. Выходит, Nintendo долго рассказывает про свой инновационный чип SGI, все аплодируют. Выходит, Калинский долго рассказывает про 100-500 инновационных чипов Hitachi, объявляет старт продаж Saturn в США, все аплодируют. И? И вот выходит Sony. Ха-ха-ха! Всё, поздно, и шёл с ебалом. Некоторые из вас хотели узнать, какова будет цена. И в этот прекрасный день в Лос-Анджелесе я бы хотел попросить президента Sony Computer Entertainment of America Стив Рейс. Присоединяйся для брифа-презентации. 299. Разъебали нахуй. Вот тебе и 450. Это даже дешевле, чем у Sega и Nintendo. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 299. Вот и всё. А Sony уничтожила Sega. 299 долларов за лучшую в мире консоль. Вы представляете, какие были продажи у Sony? Saturn 10 миллионов, Nintendo 64 более 30 миллионов, Sony более 100 миллионов. Sony уничтожила Sega ещё задолго до этого. Пока Sega вредила сама себе, Sony изучала рынок. Пока Sega мудрила с процессорами, Sony делала простой и понятный набор для разработчиков. Пока Sega делала никому не нужные 32X Sega CD и Sega Channel, Sony забирала её лучшие умы себе. Она становилась новым гигантом, а Sega становилась легендой. Бля, обидно. О! Вот она, похуй на Sony. Sega Dreamcast лучшая приставка. Хоть она и недолго просуществовала, но какие же там сука пиздатые игры, ламповые, охуенные, интересные. Бля, вообще пиздец. Том Калинский покинул Sega в 96-ом. Очень мало людей поймут, о чём я говорю, потому что она не у многих была, но она была у меня и игры там были лучшие просто. И даже сейчас по нынешним меркам это пиздатые игры. Он устал от внутренних войн и не мог смотреть на то, как бездарно рушат то, что он строил годами. За 6 лет он увеличил стоимость компании с 72 миллионов до более чем полутора миллиардов долларов. Однако после его ухода Sega продолжила наступать на те же грабли. Sega Saturn признали провальной прямо со сцены на E3 1997. Консоль к тому времени едва начала набирать обороты и приспосабливаться к новой среде, где не один конкурент, а целых три крупных и десяток поменьше. Sega сбросила со счетов актуальную консоль, будто не веря в свои силы. Поэтому Dreamcast 98-го забил последний гвоздь в крышку гроба Sega. Ебать, кайф! На рекламу потратили 300 миллионов долларов, и консоли худо-бедно продавались, но продавались в убыток, так как, во-первых, на рекламу уходило слишком много денег, а во-вторых, расчет был на то, что Sega будет зарабатывать на продаже игр, а игр вначале не было. Когда же они появились, пираты нашли способ обойти защиту консоли и печатать диски с образами игр. Деньги, накопленные с продаж Megadrive, быстро закончились, а вскоре вышла PlayStation 2, а за ней первый Xbox, а в августе того же года Nintendo показала Gamecube с кучей отличных игр. К Dreamcast-у всем мгновенно потеряли интерес. Стинт! Спасибо за рейд! Ребят, здорово! Нихуя себе, блядь, 1300 в такое время. А я вахуй, блядь. А мы смотрим, ну, точнее, уже видео заканчивается. История краха Sega. Знаете такую приставку? Самая пизднатая приставка в мире, но почему-то рухну. Вот мы и смотрим, почему. А потому что Sony ебаные, блядь, пришли на рынок. Ну и они еще хуйню всякую делали. С. Во всей этой россыпи новых устройств ему не было места, и он с треском провалился. Sega не могла тягаться ни библиотекой, ни технологиями, ни тем более фанатской базой. Я был фанатом! Все продали чуть более 9 миллионов Dreamcast-ов, но каждая продажа обходилась слишком дорого и не покрывала затрат на производство и рекламу. В результате с 98-го по 2000-й Sega ежегодно теряла сотни миллионов долларов и перестала быть прибыльной. Начались сокращения и руководство всерьез обдумывало идею продать все активы Microsoft. Считается, что этого не произошло благодаря двум людям. Питеру Муру, тогдашнему руководителю Sega of America, он настоял не тратить деньги на Dreamcast и сдаться, а также директору Sega Enterprise и Sao Bokai. Ясно, слабак, блядь. Bokai считается культовой личностью в истории Sega, ведь он настолько переживал за любимую компанию, что вложил в нее более 40 миллионов долларов со своего кармана, затем выделил кредит в полмиллиона долларов из личных средств, а после простил все долги Sega и передал ей все свои акции на сумму 695 миллионов долларов. В 2001 году Исао О'Кава скончался в одной из больниц Токио от сердечного приступа. Семья О'Кавы после этого оказалась в плачевном состоянии, но в итоге это спасло Sega от тотального разорения. История красивая, но, увы, в ней очень мало общего с реальностью. Чего? Ну вы же не зря целый час смотрели этот ролик, чтобы узнать истинные причины краха Sega. Так вот, сейчас начнется самое мясо. О, ну, вовремя рейд дали. Сейчас как раз самое интересное. Для начала накинем чуть-чуть контекста. Во время начала Второй мировой трое американцев в барах на Гавайях ставили игровые автоматы с монетоприемником, типа однорукий бандит, чтобы американские солдаты снимали стресс после перестрелок. Чуваки стали богатеть, расширяться, и в 46-м зарегистрировали компанию Service Games. Но в 51-м игровые автоматы в США объявили вне закона, поэтому наше трио поехало в Японию, переименовалось в Sega, как сокращение от Service Games, и стала автоматы ставить там. Так в стране восходящего солнца зародилась культура патинко, которая сейчас полностью контролирует якудза. Sega знали и в СССР. Знаменитый морской бой был клоном Sega Periscope 66-го года. До конца 70-х бизнес шел в гору, но когда появились персональные компьютеры, люди уже не хотели ходить в игровые залы. Тогда у руля встал Дэвид Роузен, который... Тем временем в 2023 год Бустер открывает свой компьютерный клуб. Да-да! ...стоял на том, чтобы делать игровые приставки. Так появилась та самая SJ1000 из начала видео, помните, надеюсь. Роузен познакомился с Хаяо Накаямой и в 1984-м они решили выкупить компанию, но денег для этого ясное дело у них не было, поэтому они обратились за деньгами к корпорации CSP. Я их не завидую, не. На самом деле спрос имеется сейчас в наше время на эти компьютерные клубы. Почему-то люди туда ходят. Не знаю, почему. Ну, видимо, в этом есть какой-то свой вайб, какой-то свой смысл, я не знаю, с друзьями типа сходить, поиграть там, не знаю. Ну, очевидно, у всех сейчас компы есть дома, блядь. Ну, почти. Ну, блядь, у 99% людей. А, соответственно, какая-то прям необходимость идти в компьютерный зал, клуб, такой нет потребности, да. Можно и дома, в общем-то, играть, сидеть. Нахуй идти в клуб. Ходят. Реально большой, вроде как, спрос. Могу ошибаться, я не знаю. Здесь, кстати, в Америке, по крайней мере, в Нью-Йорке, я ни разу не видел никаких клубов компьютерных. Они, скорее всего, есть, но я их не видел. Активы Сега были куплены за 38 миллионов долларов группой инвесторов во главе с Роузеном и Накаямой. Исао О'Кава, президент корпорации CSK, стал председателем Сега. Накаяму назначили генеральным директором Сега Интерпрайсес, а Роузен уехал в США и был тайным кукловодом Сега оф Америка. Исао О'Кава был главой CSK. Это могущественная компания, которая много чего контролировала, в том числе и 90% активов Сега. Она вливала в Сегу бабло, поэтому О'Кава имел право там воротить что хочет, и он в волю пользовался своим положением. И именно он развалил Сегу. Ган... Во-первых, он считал консольное подразделение лишним. В 95-м году он взял топовую команду Sega Technical Institute, которая производила такие хиты, как Comic Zone, Узи и все части Соника на Мегадрайв, кроме первого, и преобразовал их в Sega Soft, чтобы те производили игры и онлайн-сервисы для персональных компьютеров и других консолей. И это вместо того, чтобы развивать свою платформу, как это делали в Nintendo, например. С середины 90-х Акава уже не верил в Сегу как производителя железа и хотел, чтобы Sega занималась только производством и распространением игр. Во-вторых, он хотел взять под свой контроль Sega of America. Именно по его инициативе возникали внутренние войны. Когда Том Калинский ушел, на его место поставили японца Шуитиру Иримаджири. Тогда экспансия американского подразделения японцами стала уже открытой. Однако быстро стало понятно, что от Иримаджири большого толку нет. Тогда его вернули обратно в Японию, а вместо него поставили Берни Столлера. Но тот совершил крупную ошибку, рано слил Сатурн, чтобы быстрее сделать Дримкаст. Возможно, идея могла бы и выстрелить, но к тому моменту Акава уже вставлял палки в колеса. Он настаивал, что Дримкаст... Какой знает Дримкаст охуенная консоль? Чё не так? Танет последней консолью Sega, поэтому в ее успех не верили даже в самой компании. Именно из-за него ушел Хаяо Накаяма и другие трушные руководители Старой Гвардии, которые всей душой болели за будущее компании. В 2000 году Акава убирает Шуичиру и Римаджири и сам встает у руля Sega как главный батя. И что в итоге? Пошел развал. Еще в 99 году он открыто заявлял, что Дримкаст пора сливать и уходить в софт. И это лишь спустя год после релиза консоли. Он стал сворачивать консольное подразделение и делать Sega софтверной компанией. Чем больше он вливал денег в Sega, тем больше обретал влияние. Sega Soft делала кучу игр для ПК и даже планировала релизы на PlayStation 1, но там не сложилось. Ну и в-третьих, у Акавы были наполеоновские амбиции. Он хотел сделать Sega мировым лидером в сфере развлечений, японским эквивалентом Disney. Он неохотно занимался консольным бизнесом в Sega, но охотно вкладывался во всякие сомнительные истории. К примеру, с его подачи Sega в 93-м начала бизнес парков развлечений, которые вскоре оказались убыточными, парки закрывались По итогу, дядька может быть он и неплохой, но изначально у него было другое видение. Хаяо Накаяма болел за Sega и всегда хотел составить конкуренцию Nintendo на консольном рынке, в то время как Акава строил империю и верил, что будущее за софтом, а все эти консоли лишние. Перед смертью он вложил в Sega кучу собственных денег, тем самым быстро обрел статус героя компании. Но при жизни, как мы видим, его влияние было скорее отрицательным, нежели положительным. После его смерти компания долго оставалась в глубоком кризисе и не могла конкурировать с PlayStation 1, GameCube и Xbox по множеству причин. Поэтому решение уйти в софт и охладить свои амбиции было очевидным. Всю свою историю Sega была безумным авантюристом, лишь одна попытка которого обернулась космическим успехом. Но эта попытка оставила великое наследие. Наследие, которое навсегда останется в памяти и сердцах преданных фанатов. Сегодня это не только культовые персонажи, реклама, игры, приставки, сообщества всех возрастов, которые Megadrive собрала вокруг себя. Мы любим эту приставку. Жаль, что такого же успеха Sega так никогда и не повторит. Ну, а я надеюсь, что когда-нибудь они еще сделают свою приставку. Ну, знаете, так вот когда-нибудь оба. А мы представляем вашему вниманию нашу новую приставку. А че? А че нет-то? Не, видео охуенно. Было интересно. По крайней мере мне. Стимдек? Какой стимдек, блядь? Не, а чтоб они реально сделали свою приставку. Сейчас время другое. Интернеты есть. Я думаю, пиздец бы они смогли бы заработать, короче. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok